МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Канал Санкт-Петербург продолжает свою работу в прямом эфире, потому что это ваше право видеть и знать, чем ждет великий город наш долг". Дать вам его. Я Юрьевич. Здравствуйте. Итак, в эфире программа Пульс города. Мы говорим обо всем, что на этой неделе определяло такое понятие, как Россия. 21 век Санкт-Петербург. Сегодня хроника каждой недели, день за днем. Что произошло за это время? Какие события люди изменили нашу жизнь сегодня? А какие предопределили то, что будет с нами завтра? И уходящая неделя войдет в летопись Петербурга с следующими яркими заголовками. Итак, сегодня в программе МОТОР! События, которые ждали несколько десятилетий. Такие шедевры и концентрация шедевров из коллекции Морозов. Москва на берегах Невы и Эрмитаж в залах Пушкинского музея. Мне хотелось бы, чтобы все эти картины остались здесь. Полотна знаменитых коллекций Щукина и Морозовых представлены в двух столицах. Почему они были главным яблоком раздора в художественном противостоянии между Москвой и Петербургом? Прямая линия с президентом. Владимир Владимирович, мы что начнем? Добрый день. Конечно. Четырехчасовой диалог президента со страной. О чем спрашивала страна? Скажите, пожалуйста, когда поднимут зарплату? И что ответил президент? В МЧС будет выделено 4,3 миллиарда рублей, что позволит поднять заработную плату до 24 примерно тысяч. Какой главный вывод можно сделать после этой прямой линии? Какую Россию мы строим и как в ней жить? Как отдохнуть на лучших пляжах мира? Но при этом не покидая берегов Невы, мы нашли в Петербурге места, которые могут заменить вам и Мальдивы, и Ибицу, и даже Майами-Бич. Температура воды сейчас примерно 27 градусов. Дождь идет, но это в принципе не мешает. Муниципальные депутаты. Кто они? Почему мы не умеем пользоваться этой властью? Муниципальные депутаты – это какие-то старые люди, которые уже ничего не понимают. Власть нашего двора. Как ее правильно выбрать? И что мы потом можем требовать от нее? Сергею Курехину на этой неделе исполнилось бы 65 лет. Я не знаю людей, которых это все так же могло бы получиться. Кто он? Гений художественных провокаций и состатель мема «Ленин скрип». Родилось подозрение, что Ленин уже видел до этого октября. Александру Беглову показали, как реализуется проект первого частного трамвая «Чижик». И действующий губернатор пообещал вернуть Петербургу звание трамвайной столицы. Пришло время, которое показало, что трамвай необходим. Александр Сокуров приступил к работе над новым фильмом. Он будет посвящен Второй мировой войне и будет снят в жанре фантастики. Фильм по мотивам Второй мировой войны, а по жанру… Ну, это такая фантастика. Ого! Что сейчас тревожит одного из величайших режиссеров современности? И почему его фильмы так трудно увидеть в России? Я становлюсь несдержанным, когда я вижу нарушение национального интереса и нарушение интересов культуры. Эта неделя была очень насыщена, как вы уже поняли по анонсу программы, событиями. Но мы начинаем с главного, на наш взгляд. Я имею в виду сенсационную выставку, которая, безусловно, станет главным культурным событием года. Потому что в ней все впервые. И впервые в таком количестве собранной в одной точке времени и пространства можно увидеть шедевры из знаменитых коллекций Щукина и братьев Морозовых. И впервые эти коллекции, которые всегда являлись яблоком раздора в художественном противостоянии между Москвой и Петербургом, поменялись местами. И впервые об этом нашим музейным элитам удалось договориться. Да и впервые, пожалуй, можно было увидеть, как один из главных шедевров мировой живописи, танец Анри Матисса, почти 4 на 3 метра, покидал стены Эрмитажа. Вот посмотрите эти уникальные кадры. Коллекция раздора. Именно так искусствоведы окрестили наследие московских собирателей Сергея Щукина и братьев Морозовых более полувека назад, разделенные между Пушкинским музеем и Эрмитажем. Тогда такой шаг был наименьшим из зол. Ведь эти картины могли быть просто уничтожены или проданы. И еще больше драматизма и уникальности этому событию придает тот факт, что, скорее всего, в таком виде и в таком месте эти коллекции будут представлены последний раз на долгие-долгие годы. Потому что, по словам Михаила Петровского, состояние многих Эрмитажных шедевров Гогена, Пикассо не позволяет даже думать о том, чтобы еще раз в ближайшие годы их куда-то перевозить. Ну а танец Матисса вообще последний раз покидает стены Эрмитажа с болью в сердце, сказал Михаил Борисович. Поэтому выставка грандиозная, выставка уникальная. И не побывать на них, это означает навсегда прослыть самым ленивым и нелюбопытным петербуржцам за всю историю существования Эрмитажа. Татьяна Баженова побывала и в Москве, и в Петербурге, и объединила коллекцию раздора в одном своем ярком репортаже. Давайте смотреть. Июнь 2019-го точно войдет в историю современной культурной жизни России. Произошло великое воссоединение впервые больше чем за 70 лет. Коллекции видных русских меценатов, Щукиных и Морозовых, воссоединились. Морозовскую коллекцию показывают в Петербурге, Щукинскую в Москве. Пульс города пропустить эту пахальную рокировку не мог и отправился в две столицы. Здесь Москва, Волхонг-12, мы наконец на месте, это Пушкинский музей, и прямо здесь уже от ворот в первый день работы экспозиции стоит огромная очередь. А где мы еще это увидим? Только здесь. Я здесь уже месяц, но выставку открыли только сегодня, а завтра я улетаю в Америку, поэтому я здесь. Я очень люблю импрессионистов. Вы пришли сюда за искусством. Чтобы разместить коллекцию, потребовался целый этаж Пушкинского музея. Здесь 450 произведений из коллекции братьев Щукиных. Ключевая фигура Сергей Иванович Щукин, который серьезно обогнал своих братьев. Он приобрел уникальное собрание полотен французских импрессионистов и постимпрессионистов. Первым музеем стал его дом на Большой Знаменской в Москве. Вот он, кстати, иконостас Гогена. Так называли одну из стен в столовой мецената. И этот иконостас, он собирался в такие трагические, такая кульминация, в трагические дни для Щукина. Щукин пережил несколько трагедий, в том числе смерть сына, а потом смерть жены. И вот эти вот траты, они каким-то образом, вот как кривая такой кардиограмма, они отразились на его собирательстве. Трагическая судьба была и у изящной коллекции Щукина. После революции ее национализировали. Меценат уехал в эмиграцию, больше своих картин не видел, но завещал показывать их именно в России. Картины отобрали и у Ивана Морозова на основе двух коллекций. В 1923 году создали музей новой западной живописи. Внук Сергея Щукина считает, утрата обидная, но по сути спасительная. Как вы знаете, это добро мне, моей семьи забрали. Тогда, в настоящие времена, наверное, правильно забрали, потому что забрали и спасли. А еще в Пушкинском музее воссоздали уникальную гостиную Матисса с легендарной красной комнатой. Ну и хит экспозиции – танец, который привезли из Эрмитажа. Всемирно известный танец Матисса по сути и стал полотном раздора. Советскому начальству уж больно не нравилась объединенная коллекция Щукиных и Морозова после войны. Решающее слово было за комиссией – открывать или не открывать музей со всеми этими шедеврами. Первым товарищам-инспекторам показали именно танец. И вердикт был неутешительным – полотно неподобающее. Музей так и не открыли, а коллекцию разделили между Москвой и Ленинградом. Полотна перемешались и разъехались по двум столицам. Эта коллекция раздора стала еще одним поводом для противостояния Москвы и Петербурга. И в Пушкинском, и в Эрмитаже эти картины экспонируются уже больше 70 лет. Тем не менее, сотни раз специалисты начинали разговор о возвращении картин в Москву. У Петербурга позиция принципиальная – полотна давно принадлежат Эрмитажу. Потому и договориться, хоть и о временном обмене картин, было очень непросто. Кстати, именно Михаил Петровский предложил эту рокировку – вы нам Морозова, мы вам Щукина. Эрмитаж отправил Москву больше 60 картин, столица отправила на гастроли 30 полотен. Вот они на выставке в главном штабе. Ну, здесь самые сильные вещи, так скажем так, потому что, ну, конечно, многие вещи не могут ездить, не все. Здесь мы не делали такой большой выставки, как в Щукин Москве. Это вот такие шедевры и концентрация шедевров из коллекции Морозова, которая, я думаю, вот дает такой художественный праздник. Хоть в названии выставки и значатся «Братья Морозовы» Михаил и Иван, больше в коллекционировании преуспел Иван Абрамович. Иван Морозов денег на искусство не жалел. Говорят, один раз в Париже он спустил буквально за один день 17 тысяч рублей, хотя годовой бюджет на приобретение картин в русском музее тогда составлял 15 тысяч рублей. Петербург хотелось заполучить самые знаковые картины, которые так азартно были собраны, случилось. Например, в Эрмитаж приехала знаменитая девочка на шаре. Это знаковое произведение розового периода Пабло Пикассо. Кроме Пикассо есть и Ренуар с его портретами актрисы Жанны Самари и даже воссоздан «Белый зал» Ивана Морозова с панно о психии. И на той, и на другой выставке в первый же день «Аншлаги» мы собрали мнение москвичей и петербуржцев о еще одно противостоянии двух столиц. Кому должны принадлежать Щукин и Морозов? Я думаю, что так, как есть, это правильно. И то, что есть возможность обменяться и получить новые впечатления, это очень хорошо. Россия, это у нас большая страна, едино. Почему бы нет? Конечно, мы ездим в Ивана Петербурга, мы ездим к вам, вы ездите к нам. Мне кажется, все-таки лучше объединить. Это мое личное мнение, потому что смотрится более полно. Конечно, мне хотелось бы, чтобы все эти картины остались здесь. Кстати, не против нынешнего положения дел и внук Щукина. Россия оригинальная по факту, что у нее большая страна. Поэтому, ну, как Щукин, широкая нога, две столицы. И, естественно, это все-таки не так плохо, что есть две, очень-очень опытные, я их всех знаю, есть две творческие группы. Похоже, в спорном вопросе все останется неизменным. Выставки закроются осенью, а картины вернут в родные музеи. Но, кажется, уже можно резюмировать. Экспозиции хоть и на время примирили две столицы в одном из споров. Вот она, великая сила искусства. Татьяна Баженова, Пульс города. Ну, а теперь о главном политическом событии этой недели. Я имею в виду прямую линию президента Владимира Путина. Всего в ходе этой прямой линии было задано почти 2 миллиона вопросов. То есть каждый из 70 россиян задал свой вопрос. Президент во время эфира смог ответить лишь на 81 вопрос. Четыре часа длился этот диалог со страной. Что спрашивала страна, а что ответил президент? И самое главное, а какие выводы мы можем сделать после этого события? Давайте проанализируем его итоги. Ну что, начнем? Добрый день. Конечно. Это 17-я прямая линия президента Владимира Путина. И можно по-разному относиться и к Путину, и к этим прямым линиям, но их уникальность всегда остается неизменной. Это один из способов поиска ответа на вопрос, а в какой стране мы живем? Куда она движется? Что волнует Россию? Чем она живет? И самое главное, а какую Россию мы строим? Безусловно, важно, что отвечал президент. Но не менее актуально и то, о чем спрашивали президента. Скажите, пожалуйста, когда поднимут дароплату? Посодействуйте в строительстве школы, детского сада и парка в нашем микрорайоне. Как реально запустить импортозамещение в стране? Предусмотрена ли персональная ответственность министров за невыполнение нацпроектов? Куда пойдут эти конфискованные миллиарды? Теперь необычный вопрос. Куда делся народ чуть? А вот один из типичных вопросов. В Тюменской области к поселку уже несколько лет не могут подвезти водопроводную трубу. От источника воды до поселка 700 метров. Всего лишь 700 метров. Вопрос даже не субъекта федерации, а на уровне местного самоуправления. Но в течение 20 минут вся страна, включая президента, губернатора, вице-премьеров, министров, в прямом эфире решала эту проблему. И когда после всех споров губернатор многозначительно добавил, все-таки заявочку надо оставить. Водопровод реконструирован будет в 2020 году. Нужно делать прямо сейчас. Да? И не откладывать. Да, нужно обратиться в водоканал и подключение будет сделано. Путин уже почти кричал. Я, я вам оставляю заявку. Что еще нужно? Заявку на подключение можно подавать уже сейчас. Считайте, что они обратились. Я за них обратился. Я вас прошу об этом. Сделайте это как можно быстрее. И эта водопроводная труба в Тюменской области, как одна из серых примет той России, которую мы хотим изменить. Бюрократия, страх перед ответственностью принять решение, вялость, лень, равнодушие. Во всем этом, как в трясине, тонет все. Все планы, идеи и желания изменить эту страну к лучшему. Вот будет прямая линия с Путиным. Вот тогда и будет у нас и водопроводная труба, и тепло, и мусор уберут со двора. И если бы не один раз в год, а 365 дней, 365 раз в году у нас проводились бы прямые линии с президентом Владимиром Путиным, тогда мы бы и жили точно в другой стране. Во время прямой трансляции в формате бегущей строки иногда на экране появлялись вопросы. И запомнился один из них. Он был адресован Владимиру Путину. Дословно звучал так. Я хочу изменить нашу страну, сделать ее немножко лучше. Поможете? И президент на этот вопрос однозначно ответил бы да. Но и все мы на этот вопрос должны ответить, конечно, да. И не надо ждать, пока за нас это сделает кто-то другой. Других нет. Никто, кроме нас. Только мы. Все. Каждый на своем месте. На работе и в жизни. И тогда это будет действительно другая страна. Ну а Путин должен в этом деле нам лишь немножко помочь. И не только во время трансляции прямой линии. Ну вот в продолжение этой темы о том, что это неправильно, когда за все в этой стране от водопроводной трубы до мусорного бака несет ответственность только Путин. Вот, например, 8 сентября у нас в Петербурге пройдут выборы. Не только выборы губернатора, но и выборы депутатов муниципальных образований. Вот вы знаете, кто в вашем округе представляет муниципальную власть? За что они несут ответственность? За что отвечают? Вот какие они вопросы решают? А ведь это и строительство детских площадок, и благоустройство территории, и заявки на статьи расходов в бюджете, которые могут изменить ваш округ. Это власть на расстоянии вытянутой руки. Это власть нашего двора и округа. Так почему мы не умеем пользоваться этой властью для того, чтобы сделать жизнь нашего дома, двора лучше и комфортнее? Это категорически недопустимо. Поэтому давайте посмотрим, как правильно выбрать эту власть, и что мы потом можем требовать от нее. Хватит надеяться на Путина. Начнем с наведения порядка в наших муниципальных округах. Репортаж Андрея Федорова. Мы все прекрасно знаем, в каком городе мы живем, на какой улице и к какому району относимся. Но при этом вряд ли кто вспомнит название своего муниципального образования и фамилии депутатов, за которых голосовал еще пять лет назад. Тех самых, которые должны заниматься благоустройством дворов и придомовых территорий. А значит и всего Петербурга, который оказывается поделен на 111 округов. На Васильевском острове таких пять, в Петроградском и Центральном районах по шесть. И при каждой администрации в среднем работает по 40 человек. На весь город наберется целый полк, самый близкий к народу власти, но при этом совершенно незаметный. Проводим простой эксперимент. Три фотографии. Глава муниципального округа Владимирский Иван Плюснин справа. Остальных наверняка узнали. Главу своего муниципального образования знаете? Так, что? Главу муниципального образования. Понятия не имею. А что он делает для города? Чего? Вот этот? Так это же Хемингуэй. Хемингуэй. Кто из них мог бы быть, как думаете? Я бы хотела, чтобы Фредди Меркьюри. Мы были чемпионы, мои друзья. Хемингуэй. Вот это? Вот это, наверное. Так это же Фредди Меркьюри вроде. Вот выглядит самым хитрым, пожалуй. Пожалуй, он. Но это первый правильный ответ. Вы себя узнали, да? Ну я-то да, конечно. А вот жители не узнали вас. Почему так происходит? Ну, может быть, вы там не везде показывали? Или мало показывали, может быть. Ну, в данном случае достаточно много меня знают, людей. Общаемся мы ежедневно. Это первая реакция. Дальше объяснение. Не знают справедливость. Развернуться мешают законы. Полномочий у депутатов немного. Патриотическое воспитание, досуга, пека и благоустройство. С остальными вопросами в другие госструктуры. Больше полномочий, тем больше будет узнаваемость. Если нет у нас контакта прямого с жителями, естественно, сама не получается. Если бы у нас были детские сады, дети пришли бы. Если бы были школы, соответственно, бы точно даже и с большим количеством людей общались. Они бы знали, к кому обратиться. Проблемы, правильно? Именно так обстоят дела в Европе. Например, в Германии на муниципальные выборы ходят гораздо охотнее, чем на федеральные. Ведь именно народные депутаты там решают большую часть проблем, оставив высшие ветви власти международные вопросы. В Германии примерно 10 тысяч, даже больше, чем 10 тысяч муниципальных единиц. Это много для такой страны, даже как Германия, но показывает, как живо здесь все-таки функционирует именно эта демократическая система. О том, насколько непопулярны муниципалы в Петербурге, показывает и вот эта таблица их упоминания в средствах массовой информации. За первую половину 2019 года это было всего несколько десятков раз, и то в негативном ключе. Общественные организации упрекают депутатов в бездействии и нецелесообразном расходовании средств, которых в распоряжении народных избранников всех округов 13 миллиардов рублей в год. По меркам городского бюджета сумма небольшая, но если посчитать, например, в детских площадках, каждая из которых в среднем стоит 2 миллиона, можно построить 6,5 тысяч новых, которые заменят вот такие. А еще городские активисты всегда удивляются культурной программе муниципальных округов. Концерты, экскурсии и даже конкурсы красоты часто выглядят скромно, хотя выделяются на них миллионы. А я и тут такая вся, доченька паная. Они оформляют организацию праздника как покупку билета. И тем самым они избегают каких-то аукционов, конкурсов. И тот подрядчик, который нужен, он получает этот контракт. Как это выглядит на практике? Мунициплиит платит 6 миллионов рублей. Потом подрядчик тратит 3 миллиона. Остальные 3 миллиона, соответственно, уходят и там распределяются так, как удобно. Претензии к работе депутатов есть и у контрольно-счетной палаты Петербурга. Результаты проверок надзорного органа в открытом доступе. Можно найти в интернете. В муниципальном образовании Самсоневская выявили нарушения на 60 миллионов рублей. 9 из них предназначались на благоустройство этого пруда. По бумагам должны были появиться скамейки и плитка. Но деньги утонули в болоте. И такие омуты, где исчезают бюджетные средства, есть почти в каждом районе. В муниципальном образовании Смольнинской они досчитались 28 миллионов. Из самых удивительных трат это участие в программе по профилактике терроризму и экстремизму. По дету статью расходов депутатам купили новые телефоны и оплатили туристическую поездку в Казань. А еще покупали билеты в театры и на концерт и мира кустурицы. К прекрасному наверняка приобщались, сидя в первых рядах. Андрей, Наталья, Мария, Ольга, Мария. Того-то не хватает, у вас по-моему в 10 должно быть. За съездок сегодня. 10 девушек в возрасте от 23 до 30 в одной команде. Филолог, юрист, инженер, экономист, предприниматель, несколько студенток, преподаватель и даже режиссер. Политикой никогда не занимались, но уверены, что способны изменить ситуацию к лучшему. Вам таким молодым, красивым, что делать на муниципальных выборах? Зачем вы туда идете? Мы не только молодые и красивые, но мы еще умные, способные, прогрессивные и активные. Таких людей очень не хватает во власти Петербурга. Это действительно так, потому что в основном муниципальные депутаты – это какие-то старые люди, которые уже ничего не понимают и сидят на своих местах достаточно давно. Им просто нужна городу молодая, свежая власть. У нас есть свежие идеи, чтобы что-то поменять, что-то новое привнести. Но мы можем показать, что власть может быть открытой, молодой. О том, что диалог между жителями и муниципальными властями пока не складывается, говорит и сухая статистика. За два месяца от горожан поступило 400 тысяч заявок по программе «Родной район». Это когда можно напрямую обратиться в Смольный и пожаловаться на плохие дороги во дворах, неубранный мусор или ржавые детские площадки. А вот изменить всю систему представится возможность 8 сентября, когда в Петербурге состоятся выборы в муниципалитеты. И какими они будут – решать нам с вами. Ответственность лежит не только на власти, но и на тех, кто ее выбирает. Андрей Федоров, Пульс города. Ну все, хватит о политике, о муниципалах. Давайте поговорим о другом. На этой неделе погода подарила нам настоящее лето. Вот это новость. Ура! В связи с этим вспоминается старый анекдот, когда у бледного и белого петербуржца спрашивают, «Да что ты такой не загорел? А что, в Петербурге лета, что ли, вообще нету?» И Петербурже с застоянцем отвечает. В Петербурге лето есть, как и везде. Солнечное, яркое, теплое, настоящее лето. Есть у нас лето! А потом через паузу добавляют, «Только я в этот день был на работе». Если ты работаешь и живешь в самом северном городе-миллионнике, отдохнуть хочется, как на лучших пляжах мира, но при этом не покидая берега Невы, что делать? Вот мы и нашли в Петербурге пляжи, которые могут заменить вам и Мальдивы, и Ибицу, и даже Майами-Бич. Евгения Альфель подскажет вам, как это сделать. Всю неделю она работала над этой темой и вернулась даже немножко загорелой. Смотрите сами. Озеро Донсо, исток реки Оридиш. Чистейшая бирюзовая вода, белый песок. Отсюда и народное название – Петербургские Мальдивы. Летом места на берегу не найти. Некоторые приезжают с ночевкой, как, например, Иван. Он здесь с женой и тещей из Архангельска. Ну, реки, они как бы более холодные, но с Архангельском, конечно, не сравнить. У нас там холоднее, да, намного. Но вот озеро здесь теплее намного, чем у нас там. Вода хорошая. Здесь раньше карьер был глиняный. Ну, во-первых, голубая вода, красиво здесь. Народу, в принципе, нормально. Лайфхак от местного населения. Белую глину, которая и придает воде такой заморский оттенок, можно использовать вместо солнцезащитного крема. Она лечебная или она просто... Вообще ее добывали, как вот типа анапской глиной, то есть тоже, да, да. Ну, вообще, говорят, лечебная. Это, конечно, не мертвое море, но грязью тоже можно помазаться. Зато потом загар хороший. Глина вместо дорогого крема, проселочная дорога с ухабами, вместо 12-часового перелета. Выгоды очевидны. Нудистский пляж Сестрорецкий найти непросто. Любители загара безусловности обосновались в укромном месте, где от любопытных глаз можно скрыться за соснами. Этот мостик служит своеобразной границей между двумя пляжами. Вот там люди одетые, а позади меня уже голые. Территория свободы, которая зародилась под Петербургом в эпоху сексуальной революции. Нудисты здесь загорают в 60-х годах, что в эпоху КПСС и товарищеских судов даже сложно было себе представить. Официальное признание пляж получил лишь 30 лет назад, когда из подполья вышло движение культуры свободного тела. Здесь свои правила и сленг. Тех, кто в одежде, называют текстильщиками. Считается, что им на нудистском пляже не место. Но на одном песке за игрой в волейбол мирно проводят время и голые, и одетые. Здесь, как в бане, все равны. Офицерский пляж в Сестрорецке можно сравнить с обычной зоной отдыха европейских городов, например, как в Барселоне. Разве что этот меньше. Но за эту крошечную полоску песка шли настоящие бои. Власти района решили обустроить пляж, поставить помосты, душ, лежаки. Но увидев гигантский бетонный фундамент, местные жители устроили бунт. Здесь все было забетонировано, места не было для пляжа. Сейчас все очистили. Ну, то есть правильно. Хорошо, что... Бетон убрали, оставили только дорожку и фонари. Зато теперь те, кто обычному песку предпочитает европейский комфорт, жалеют о том, что офицерский пляж останется таким, как был. Хотя мог бы стать похожим на лучшие пляжи, скажем, Испании. Самый известный пляж Петербурга у Петропавловской крепости. Загорают здесь и летом, и зимой. Родина моржей, знаменитый клуб, образованный еще в 60-е годы. Летом здесь аншлаг. В международных путеводителях этот пляж в топе мест, обязательных для посещения. Только кофту с собой возьмите, предупреждают составители. Многие приходят сюда на целый день. Смотреть на дворцовую набережную через широкую Неву можно бесконечно. Особенно, если взять с собой удобный шезлонг. Не повезло. Оказывается, сегодня главный городской пляж Петропавловской крепости закрыт. По техническим причинам здесь готовятся к алым парусам. Это, конечно, очень обидно, потому что в какой-то веке в Петербурге жара и лето, а любимый городской пляж закрыт. Забор перед входом на пляж не отменяет отдыха. Загорать можно и на газоне. Ресторатор Алексей живет на соседней улице. Приходит сюда перед работой. Хотя и не купается в Неве. По крайней мере, без гидрокостюма. В следующем месяце будет заплыв вокруг Петропавловки. Там в 8 утра, по-моему, старт. В гидрокостюмах. То есть мои друзья уже так плавали. В принципе, может быть, поучаствую, думаю, в заплыве в этом. Что касаемо так плавать, как бы, ну, честно говоря, без гидрокостюма, наверное, бы и не стал бы. Официально купаться в Петербурге можно только в двух местах. На Колонистском пруду в Пушкине и на пляже Ласковый. Финский залив. Бизнес предлагает свое решение. Товар июня. Надувные детские бассейны. Цена от 3000 рублей. Хотя от такого устройства больше проблем, чем удовольствия. Вы сами видите, что происходит в результате. Состоятельные петербуржцы решают проблему по-своему. Вот такой мобильный бассейн стоит около 12 тысяч рублей. Максим Демин второй год подряд ставит его на своем участке. Хотя дело это не самое легкое. С утра с очком прошел, там какие-то веточки, комарики собрал. Накрывать ни разу не накрывал. Ради двух месяцев купания, это если повезет, Максим несколько дней трудится над созданием личного водоема для своей семьи. Такой бассейн – отдельная работа. В воду летят листья и грязь. Если не следить, буквально за несколько дней комфортный бассейн превращается в болото. Петербургское лето. Ожидание и реальность. Любимая тема для интернет-мемов. Петербургские отели догоняют турецкие. 40 минут езды от центра города и ты у роскошного бассейна. День купания на одного человека стоит 3,5 тысячи рублей. Разве что солнца не купишь. Но даже в проливной дождь бассейн не пусуют. Заплатили – надо купаться. Бассейн, конечно же, с подогревом под Петербургом. Иначе никак. Температура воды сейчас примерно 27 градусов. Дождь идет, но это, в принципе, не мешает. В общем-то, довольно похоже на Турцию. Даже браслеты вот такие резиновые выдают, чтобы отсечь халявщиков. Десятые, конечно, комары летают. Ну, куда же без этого в июне? Это все-таки не Турция. По выходным здесь разворачиваются битвы за место у воды. Приоритет у тех, кто живет в отеле. И лишь 20 лежаков продают тем, кто приехал только покупаться. Уже было полдевятого утра, на градуснике плюс 28. И мало того, что телефон у нас уже разрывался, уже гости просто стоят у дверей и просят, можно, пожалуйста. Мы объясняем, что для проживающих посещение бассейна с 10 утра забронируйте нам лежаки. Мы готовы внести заранее депозит, только пустите нас. Ну, то есть, мы заранее никогда не пускали никого. Семья Зеленских уже много лет предпочитает заграничным курортам отдых под Петербургом. Именно здесь их сын и научился плавать. Максиму вообще не хочется на дальние берега. Так, чтобы было поближе, главное. Почему? Потому что я не люблю долго куда-то ездить. А если о самолете я боюсь, поэтому у меня вот тут самый оптимальный вариант. Наше северное лето – карикатура южных зим. Пушкинская эпиграмма актуальна и сейчас. Климов не изменился. Как и не изменилась наша тяга к солнцу. И пусть нет денег на настоящие Мальдивы, всегда можно поехать на озеро Донцо с его целебной белой глиной. А если нет ни денег, ни времени, то пойти к Петропавловской крепости и послушать плеск Невских волн, который роднее морского прибоя. Евгения Альцель, Пульс города. Плетели дальше. Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов на этой неделе посмотрел, как идет реализация проекта по созданию первого частного трамвая. Называется он «Чижик». Уже сейчас идут работы по созданию реконструкции трамвайных сетей в Красногордейском районе, на улице Потапова, Ириновском проспекте, Рябовском шоссе. На Потапово уже построено новое трамвайное депо. Глава города смотрел его и пообщался с рабочими. Сейчас на маршрутах курсируют 13 современных трамваев, 13 «Чижиков». Они перевозят более 80 тысяч человек в сутки. К концу 2020 года пассажиропоток планируют увеличить до 100 тысяч. А после завершения строительства трамвайной сети на маршруты выйдут 23 таких подвижных состава. Кстати, планируется, что один из маршрутов будет проложен даже до Пушкина. Экологи особенно подчеркивают неценимые преимущества данного вида транспорта. Причем исключительно нашего, ленинградского вида транспорта. Ведь именно наш город входил в книгу рекордов Гиннесса как мегаполис с самой протяженной трамвайной сетью. Пора это звание возвращать обратно в город, заявил Александр Беглов. В свое время в Санкт-Петербург, Ленинград славились самой разветвленной трамвайной сетью. Мы занимали первое место по разветвленной сети трамвая. Но потом в 90-х годах начали убирать трамвайные пути. Парк начал ветшать и практически трамвай начал заменяться автомобилем. Но пришло время, которое показало, что трамвай необходим. И нужно развивать трамвайную сеть. Продолжаем выпуск. Следующая страница нашего телевизионного журнала. Новости за неделю. Петербург за 78 секунд. Пролетим над 78-м регионом. И посмотрим, чем жил этот город. И почувствуем его пульс. 78 ударов. Мотор. Американская компания «Форд» окончательно прекратила производство автомобилей под Петербургом. На этой неделе около 3000 человек в последний раз вышли на работу. Им всем будет выплачена компенсация. Завод во Всеволожске открыли в начале 2000-х. В этот проект американцы вложили более 300 миллионов долларов. Теперь желание приобрести эти производственные площадки уже высказали японские инвесторы. Сотрудники Центрального аппарата Федеральной службы безопасности провели задержание своего коллеги из Кировского райотдела Петербургского управления ФСБ. Имя задержанного офицера Кирилл Либин. Его обвиняют в получении взятки в размере 10 миллионов рублей. Эти деньги обвиняемый получил за помощь в улаживании конфликта с правоохранительными органами. На этой неделе начались работы по очищению реки Смоленко. По предварительным расчетам со дна реки будет поднято почти 30 тысяч тонн мусора. Из-за мусора глубина реки значительно уменьшилась. И теперь солнце прогревает воду гораздо сильнее, что способствует распространению вредных для рыб водорослей. Восстановлено историческое освещение Театральной площади. Теперь световые опоры в этой части города полностью повторяют форму и стиль тех фонарей, которые были установлены здесь 70 лет назад. И теперь многие петербуржцы говорят о том, что на Театральную площадь как будто опять вернули кусочек Ленинграда. Сергею Курехину 16 июня исполнилось бы 65 лет. Всего 65 его не стало 23 года назад. И чем больше времени проходит, тем чаще вспоминают о нем. Ну, наверное, потому что он был одним из тех, кто перевернул художественное восприятие действительности для целого поколения. Он был гений культурологических провокаций. Создатель мема «Ленингрипп». Он мог собрать на одной сцене Аллу Пугачеву и Бориса Гребичику. Он Эдуарда Хиля заворачивал в ковер и мог вывести вместе с ним целое стадо кос и гусей на сцену. При этом виртуозно играя на всех музыкальных инструментах, от скрипки до фортепиано. Да, сейчас многие скажут, вот таких артрешений, таких перформансов так много, что уже никого этим не удивишь. И ничего в этом особенного нет. Но вы вдумайтесь, он делал это, когда по телевизору еще транслировали сюжеты про заседание Пленума ЦК КПСС. А Курехин с абсолютно непроницаемым лицом рассказывал о гипотезе про грибы, частью которых стал вождь мирового пролетариата. Это был наш русский Кавка эпохи перестройки, который подвел черту между тем искусством, которое было в Советском Союзе, и тем новым, которое обрушилось на нас в последующие эпохи. О феномене Сергея Курехина, репортаж Натальи Бандуриной. Ботанический институт лаборатории биохимии грибов. Серьезные люди в белых халатах. Надежда Псурцева вообще кандидат биологических наук. Идем в подсобное помещение. Там нам кое-что хотят показать. Это что такое? Это Ленингрид. Это та самая лаборатория, в которой снимали свою знаменитую программу «Два Сергея». Журналист Шолохов и музыкант, как его еще представили, видный политический деятель Курехин. Именно здесь они искали и нашли доказательства тому, что вождь пролетариата на самом деле мухомор. Якобы Ильич употреблял галлюциногенные грибы, которые впоследствии вытеснили его личность. Люблю готовить и люблю есть. И люблю есть. На полном серьезе это все показали по телевизору, внимание, в 1991 году. Вот посмотрите, это броневик, хорошо нам известный броневик, на котором Владимир Ильич выступал. Это разрез броневика, это его внутренняя часть. А теперь обратите внимание, это мухомор, а это грибница. Обратите внимание, что грибница и броневик в срезе своем практически идентичны. Обратите внимание. Это вот как раз тот мицелий, который под броневиком. То есть можно сеять революцию? Можно сеять революцию хоть завтра, да. Это было абсолютно серьезное интервью. Любой специалист в то время сказал бы то же самое. Мы все уселись перед телевизором смотреть. И когда мы это увидели, это было, ну, шок. Тогда это называлось по-другому, но это был хайп. На следующий день после выхода в эфир программы на телецентр к зав. отделу по идеологии пришли большевики с единственным вопросом. Это правда? Она им сказала, нет, не правда. Они ей тогда задали вопрос, а почему? Ведь по-срезидору сказали, что он гриб. А Бариновая ответила, потому что млекопитающее не может быть растением. Все это опубликовала газета «Смена», которую мы прочитали с Курюхином, с большим как бы изумлением, потому что мы битых в три часа рассказывали зрителям. То, что он млекопитающая, это ее проблемы. Но то, что грибы не растения, это наши проблемы. И мы это доказывали и доказали. В высшей степени троллинг, как сейчас бы сказали, это было настолько на грани, но архивные документы, воспоминания Ленина, как он вкусно поел грибов и мальчик-гребник, которого Курюхин нашел на фотографиях с вождем, упорно доказывали обратное. Получается, задолго до того, как это стало мейнстримом, Курюхин уже шел в авангарде фейк-ньюс. Только у него это все было изящно, с юмором, не то что сегодня, когда ведущие федеральных каналов рассказывают нам, что Земля плоская. Только в нашей программе неопровержимые доказательства. Не мог в это поверить, но все изображения Земли графические. Это просто нарисованные картинки. Что завтра придумает Курюхин, не знал, наверное, и он сам. До него и после никому не удавалось режиссировать такие перформансы. Единой психоделической нитью сшить горячее с зеленым. Это только у него сцену во время выступления поп-механики могли делить обнаженные орфистки и Эдуард Хиль. Настоящий, завернутый в ковер. Звезды нашей эстрады, они настолько полюбили Курюхина, что одного его как бы поднять о брови было достаточно, чтобы они сказали, что хочешь. У Курюхина была секция художников, музыкантов, а еще была секция животных. Вот, например, кролики выходили на сцену манежа. Ну, как выходили, это громко сказано. Выбегали и увозили после концерта гораздо меньше животных, чем привозили. Давай, иди, беги. Давай, давай, давай. А были и козы. И не просто так. В греческой мифологии именно коза взрастила младенца Зевса. И в перформансе Курюхина она была полноценным участником. Иди ко мне, мой хороший. Как-то не идет поп-механика у коза. Последний раз поп-механика собралась в ДК Ленсовета. Время здесь, кажется, остановилось. Понятно, что не было тогда линолеума, но паркет под ним все так же предательски скрипит. Бедный, сколько ему пришлось вынести, когда сюда приходили толпы поклонников на концерт Курюхина. Друг Курюхина Андрей Бурлак и не любит вспоминать тот концерт. Слишком было много всего тогда на сцене. Впервые баланс, который так умело удерживал Курюхин, был нарушен. То самое выступление стоило должности директора ДК. Были и животные, и какие-то птицы, и было по 300 человек народу в этих самых. Уже разные звезды участвовали. Мне кажется, что в этих попытках найти что-то еще такое, чего он еще не пробовал, он попробовал спародировать какую-то оккультную службу. Он, конечно, делает все играючи, без каких-то задних мыслей, но иногда с такими вещами играть нельзя. Вдруг у Сережи, никогда не страдавшего какими-то заболеваниями, вдруг открылась неизлечимая болезнь. Он научил свободе, но не в том привычном ее понимании выбора или политических взглядов. Его свобода заключалась в отсутствии сдерживающих сил. Это когда смотришь и спрашиваешь себя, а что, так было можно? Это после него были акционисты, а арт-группа «Война», но он был первым. Пытались сделать пуп-механику, но она не получается ни у кого, потому что это должна быть такая энергетика, такая задумка такой, и потом музыка, конечно. Потому что любую пуп-механику поддерживал очень серьезный музыкальный ряд. Он снимался в кино, но делил главную роль со своей музыкой и последней мелодист эпохи в «Господине оформители» и в фильме «Лох-победитель воды». Как в нем уживались хаос и либретто к нему, как на одну сцену выходили оперные дивы и «Козы». Многие пробовали повторить, но все не то. Три сала на выставке ему посвященные – это очень мало, чтобы познакомиться. Разбить Курехина на главы, предисловия и эпилог – занятие неблагодарное. Любые границы он воспринимал как на старт «Внимание! Марш». Кем он был? Великим мистификатором, политиком, гениальным музыкантом или провокатором. Он так рано ушел, ему было всего 42 года, но навсегда стал частью Петербурга. Он был гением, о котором еще так много можно рассказать. Наталья Бандурина. «Пульс города». Ну а теперь после сюжета Сергея Курехини самое время показать нашу новую антителевизионную рубрику. Вот вы смотрите сейчас программу «Пульс города». Она рассказывает о новостях недели. А мы решили сделать еще программу «Пульсики». Она рассказывает о маленьких таких новостишках недели. Они хоть и маленькие, но не менее интересные, как картинки в комиксе. Итак, есть «Пульс», а теперь будут «Пульсики». На этой неделе над городом петербуржцы могли наблюдать фантастические облака. Они точь в точь были похожи на неопознанные летающие объекты. Хотя НЛО мало кто видел, но почему-то представляются они именно вот такими. Большие и таинственные НЛО несколько часов висели над городом, пока ветер не разбросал их по небу. И они к вечеру улетели, как корабли Дарт Вейдера из «Звездных войн». В магазинах Петербурга началась акция «Спаси одинокий банан». Дело в том, что мы, люди, покупатели, привыкли брать бананы гроздями. А оторванный от ветки «Одинокий банан», как правило, ждет медленное, одинокое увядание на магазинной полке. По словам сотрудников торговых сетей, где проходит акция, количество утилизированных и выброшенных бананов таким образом сократилось почти в три раза. СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ Большими, пахнущими краской листами ДСП. И только после возмущения петербургцев киношники неохотно убрали за собой мусор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Банковский мостик вернулся после капитального ремонта на свое историческое место. По одной из городских традиций впасть к грифону нужно положить записочку, чтобы исполнилось желание. Почти 10 килограммов мусора из таких записок извлекли из памятника в ходе реставрации. Вот одна из них наиболее типичная. Хочу срочнейшим мужчину, который будет меня уважать, любить, содержать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжаем выпуск. Теперь уже программа «Пульс города» все-таки, а не «Пульсики». Полетели дальше. Итак, один из величайших наших современных кинорежиссеров, Александр Сокуров, приступил к работе над своим новым фильмом. Пока все, что связано с этим проектом, абсолютно тайна. Известно лишь, что фильм будет посвящен Второй мировой войне и будет снят в жанре фантастики. Невероятно, уже только это вызывает огромный интерес к фильму. А что сейчас еще тревожит Александра Сокурова? И почему его картины так трудно увидеть в России? И что его волнует в этой жизни помимо кинематографа? Вот давайте поговорим об этом всем. А обо всем этом с нашим увлекательнейшим собеседником и настоящим петербуржцем Александром Сокуровым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я становлюсь несдержанным, когда я вижу нарушение интересов культуры. Дворцовая площадь работает Дворцовой площадью. Это ее рабочее место. Главный ваш конфликт с системой. Борьба тяжелая, лютая борьба, сложная, опасная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ни в коем случае нельзя приводить к тому, что у молодежи будет возникать конфликт с российскими государствами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я до трех часов ночи сегодня смотрел ваш «Русский ковчег». Это вот как река какая-то, которая меня так вот захватила и повлекла, повлекла. Простите, мы опоздали, простите. Сюда. Идемте, идемте. Вот «Русский ковчег» это про что фильм? Это фильм про миссию, которое суждено выбрать России. «Пророк», который лежит на России. Вот «Русский ковчег» это про что? Не, не рок, не... Конечно, я... Не рок, не миссия. Не, 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 ну, конечно, что вы, у меня амбинции таких нет. Это, конечно, о том, что я невыразимо сильно люблю Эрмитаж, и что для меня это родное место, самое родное место в моем отечестве. Так сложилось в моей судьбе, что именно музей, именно Эрмитаж стал таким убежищем для меня. «Приют отшельника», как и переводится, да? Наверное, наверное, да. И... Объективно, я вообще хочу чем-то гордиться, я хочу, чтобы мы все гордились отечеством своим и жизнью своей. Это то место, где я горжусь не только своей родиной и усилиями подшественников наших, но и вообще высокой востребованности искусства как такового, несмотря на время. Могущество и сохранение музеев, кажется, для меня задачей грандиозной важности. И, конечно, ну, я несколько раз говорил, кто бы мы были без музеев. Оригиналы и музеи – это одно из самых искренних мест для человека. Это такой просто океан искренности такой. И аутентичности, да? То есть это вот тот островок истин, абсолютных истин. Ковчег. Это ковчег. Это ковчег. Пойдемте. Куда? Да. Вперед. 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 Что там? Что там? Знаю. Останусь. А почему этот фильм не показывают? Почему его, вот я, допустим, нашел в интернете, не в самом хорошем, скажу, качестве? Вот почему? Может, в школах? В школах давайте показываем. Это, видите, это своеобразие характера продюсера с русской стороны, Андрея Дерябина, который запретил показывать в России этот фильм. Вопрос правовой юридический. Это вопрос правовой, к которому, к сожалению, присоединилось Министерство культуры, с которым я конфликтую долгое время, еще когда был в Совете по культуре, когда я был лишительным против абсолютного невнимания Министерства культуры к федеральной природе кинематографической работы в нашей стране. Потому что кинематограф в такой большой федерации, как Россия, не может быть московским или ленинградским, санкт-петербургским. Главный ваш конфликт с системой в лице чиновников, отвечающих за культуру, в этой стране заключается в том, что вы против вот этой вот элитарности, группировок, которые сидят, что вы зацепите. Абсолютно. Я за развитие многонационального, многовекторного кинематографа. Но поскольку это никак не поддерживается профессиональной средой, она не заинтересована, видимо, в этом, а политической воли нет, то дело вот стоит на месте. Я знаю, что Сокуров, он очень колючий человек, он очень принципиальный человек, он очень неудобный для власти человек. Я нет, нет. То есть вы считаете, что причина не в том, что вы колючий и критически настроен в отношении культуры? Нет, нет, нет. Причина культуры? Нет, нет. Я деликатный человек, вообще-то, но я становлюсь неделикатным, вернее, я становлюсь несдержанным, когда я вижу нарушение национального интереса и нарушение интересов культуры. Вы с Владимиром Владимировичем часто общаетесь, да, первое лицо государства, вы хорошо, как говорится, в этом плане понимаете друг друга. Это правда, это правда. Вы понимаете, почему вот первое лицо само, вы понимаете, ну почему это не реализуется, что? Это вот... Сопротивление среды грандиозное просто. У главы государства гигантское количество вопросов. Каждодневно. Я, честно говоря, даже не представляю себе, как физически можно существовать в таком вот, вокруг, внутри вот такой проблематики. Среда культуры и вообще общественная среда – это вязкая среда. Бюрократия – это опасная сила для любого государства. Она, с одной стороны, организует жизнь государства, но, с другой стороны, она опасная, абсолютно, абсолютно оппозиционная, в том числе и к президенту, сила в государстве. У Гоголя о мертвых душах, когда они приходят, оформляют мертвые души, кувшинное рыло. Ну, без Катеньки как-то и не решить вопрос. Да, да, не решить. А вы только беленькую дали, а надо было Катеньку. Безволь ли обронить? Да ведь я не один. В Совете-то есть и другие. Другие тоже не будут в обиде. Я это дело знаю. То есть вот эта вот вязка, бюрократическая, порой коррупционная среда, она, это и есть наша главная беда в России сейчас? Я считаю, да, потому что у меня большой опыт вот в городозащитном движении, где мы всегда работали с первыми лицами и страны, и с первыми лицами города. И я увидел вот эту силу вот этого бюрократии, силу бюрократической машины, когда я неоднократно был свидетель, когда распоряжение выдаваемое, отдаваемое по аппарату не выполнялось. Поэтому борьба, борьба тяжелая, лютая борьба, сложная, опасная. Попробую оппонировать. Ну, как наверняка многие так и сделают. Александр Николаевич, а чего вы так за эту хрупкую ткань Петербурга-то держитесь? Ну, ведь это же уже мегаполис 21 века. Ну, 21 века, ну, хватит вам эти... Ну, все, я вас понял. Я уже вас понял. Ответьте, ответьте. Ну, во-первых, все разговоры о том, что это музей, и как можно жить в музее, это все полный бред. И Ленинград, и Петербург. Живой, реальный город. Он работает Ленинградом и Петербургом. Дворцовой площадью. Работает Дворцовой площадью. Это ее рабочее место. Ермитажем. Ермитаж работает. Ермитажем. То, что не мы создавали, не нам нарушать, а нам сохранять. Это часть культуры и часть городской и всемирной цивилизации. Ну, Александр Николаевич, отдать должное все-таки та волна резонансная, волна тревоги, боли за город, я имею в виду, городозащитную деятельность, она все-таки обернулась конкретными результатами, и рушить меньше стали в городе сейчас. Конечно. Вот все-таки есть же результат, и все так безысходно. Конечно, конечно. Меньше. Конечно, конечно. Но если на поверхности это стало меньше, то желание это сделать никуда не делается у этих людей. И это желание, оно ушло поглубже. Ждется учаса. А иногда и осуществляется, когда просто не успели, не доглядели, и все. Понимаете? Не доглядели, и все. И уже нет этого, уже нет этого здания. Александр Николаевич, в связи с этим, продолжая разговор, я подготовил тут парочку видео. Хочу ваше мнение узнать. Мы показали этот сюжет в нашей программе, в программе «Пульс города». Сразу же возникли какие-то острейшие споры. Такой нарядной в цветочках и белых палатках для фуршета Сенатская площадь еще никогда не была. За всю ее историю. Ну, потому что просто у этой площади нет такого защитника, как у Дворцовой. Да, в виде Петровского. В виде Петровского. Должны быть в Петербурге такие места, к которым нельзя прикасаться. Своего рода гений местности. Все зависит от того, как это сделать, понимаете? Как это сделать, с каким вкусом это делать. Но вообще вкус общественных мероприятий – это такая очень непростая история. Это очень непросто. Наверное, этим должно заниматься управление культурой, которое должно вот эту вкусовую терапию или вкусовую политику эту прослеживать. Мне понравилась ваша фраза. Вот у каждого такого места, у каждой такой площади, у каждого такого гения места должен быть свой Михаил Петровский. Из известных людей, там, эти люди есть в науке у нас есть, есть в культуре. Я уверен, что в городе, вот таком, какой он есть, другой растет, произрастает человек, другая молодежь. Другое качество души, другое качество умонастроений. Вы посмотрите, когда возникают всякие публичные действия молодежи, как она себя ведет. Совсем не так, как французские и английские их сверстники, которых идут, громят город. Остаются разбитые магазины, витрины, сгоревшие автомобили. Ну вот желтые клетки недавно появились. Наши, наши, крайне деликатны. Страсти и сопротивление, и протесты, и несогласия у них колоссальные. Они имеют на это право. Но никто из них… Форма протеста другого. Но никто из них не тронул город. Все, что происходит сейчас с молодежью, все ее разные формы недовольства, заключается в том, что на политические вопросы молодежи отвечать некому. Государство в лице администрации городов, разнообразных там гражданских служб. Как только возникает напряженность вот такая, да, они разбегаются в стороны, разбегаются по кабинетам, закрывают все на ключики. Молодежь остается один на один с силовыми структурами. Один на один с силовыми структурами. А у силовых структур и право не отвести себя так ни в коем случае нельзя приводить к тому, что у молодежи будет возникать конфликт с российским государством. Соберите всех, всю молодежь в городе на стадионе. Пусть это будут крайне правые, крайне левые. Сядьте на этом самом травяном поле, вот просто туда, вокруг это. И до одери отвечайте на вопросы. Ну это какая-то дерзкая новая форма, я боюсь, долго ее не используют. А как же, а как же, если они думают, что вопросов будет уйма, они ошибаются, вопросов будет немного, но они будут самые существенные, и на них нужно будет отвечать абсолютно честно. И еще маленький момент. Мы просим наших собеседников написать одно слово, которое на их взгляд самое важное, ну если не стиль, не ключевой, то стилеобразующий с точки зрения понимания жизни. Слово Сокурова. Пожалуйста, Александр Николаевич. Совесть и терпение. Сокурова. Отлично. Спасибо, Александр Николаевич. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. 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 В Петербурге. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . . Спасибо. . . . Спасибо. . . . . . . . Юрий Зинчук. Всего вам доброго и хороших новостей!